Дорогие друзья, всем привет! Я Таня из Южной Каролины. Сегодня я еду еще 2 мили, вот люди мне говорят привет, показать вам чудесный дом, где-то за 599 тысяч долларов. Поэтому хочу, чтобы вы увидели, какая к нему дорога. Смотрите, здесь спокойно, люди ходят, как вы видели, уже с собачками. Некоторые люди построили здесь прекрасные участки, кто-то открыл какой-то бизнес, например. Не знаю, что у них там, кони что ли. Вот домик красивый, природа. Ой, какой красивый цветочек. Интересно. Когда я смотрю на карту, смотрите, даже показывает, что здесь есть какие-то озера, маленькие чудесные озера. Ну и, конечно, как без мобил-хома. Вот стоит один вагончик. И сбоку еще другой стороны стоит один вагончик. Дом, который я хочу вам показать, находится в изле. Он стоит 599 тысяч долларов, имеет 4 спальни, 3 ванных комнаты. Скверфит там 3 500. Большой скверфит. Стоит он, кстати, на очень чудесном участке. А это полтора... Акер точка 3. Вы представляете? Какой большой участок. Это просто круто. Это замечательно. Как без этого? Сейчас посмотрим, что нам нужно там сделать. Может, маленький ремонтик. А может быть, сможем заехать и так. Там есть маленький Айчуэй. Но сейчас вот такая дорога. Я еду с одного дома на другой, поэтому я не проезжала через город. Но, как вы видите, некоторые люди ухаживают за своими красивыми домиками. Какая чудесная прапортик. Здесь все деревья, деревья и деревья. А вот сейчас здесь такой участок интересный. Без деревьев, без леса. Смотрите, пасутся коники, лошадки. Лошадки здесь. Ой, какие маленькие ослики еще есть. Интересная здесь местность. Коровы. Да. Как без стейка, да? Любимого. Ой, какой здесь чудесный какой-то... Не знаю, что это. Сад, что ли? Деревья прям стоят все так красиво. А домик там какой интересный, полукруглый. Здесь сосны. Большой участок у людей. Большой. Ничего себе. Смотрите, какая у этих людей ферма. Как вам, дорогие? Нравятся такие фермы? Забор. Поехали дальше. Так, выехала я на какую-то главную дорогу. Здесь хайвей. Посмотрите, была церковь. Здесь у нас чудесные домики справа и слева. Начинается дорога интересная. Нам нужно повернуть вот здесь направо. Так что подождем, чтобы эти машины проехали. И заезжаем на участки, где написано Врен Кроссинг. Вы знаете, что лично этот дом принадлежит очень классным школам. Кто-то говорит, что Риверсайд классная школа. Ривен Дейл или Ривен Са, Риверсайд. Кто-то говорит, что Рен Хай Скул очень чудесный. А я вам хочу сказать, давайте проверим вместе мы с вами. Посмотрите на эти южнокаролинские дома. Какие. Знаете, что я хочу сделать? Перед тем, как снять дом, все-таки я проедусь по этой сабдивижн. Какой чудесный дом. А вот этот, видимо, новый здесь построили. Вот это круто. Такой широкенький. Класс. Мне очень нравится. Видите, какой здесь сабдивижн? Я считаю, что здесь будет хорошо жить. Большой, семья с детками. Разные домики есть. Разные, разные. А у этих, какие чудесные цветы. И, кстати, бассейн сзади. Очень интересная прапортия. Вау. Не заканчивается. О, украинский флаг там и сел. Чего себе. Уже не поймешь, что это американцы вешают или наши украинцы. Потому что и американцы иногда ставят такие флаги, когда началось вот это интересное событие. Вау. Какие здесь леса. Вот. Этот дом, он второй или третий сабдивижн. Посмотрите, у нас соседи в этих вообще крутой дом. Что у них только нет. Вот это круто. Нет, в самом деле интересно. Смотрите, кто идет. Соседи. Большой дом. Интересный. Ой, а здесь сейчас будет домик, в котором голубые двери. Мне очень нравится этот цвет. Смотрите. Ребята, если вы ищете что-то в виде того, давайте будем искать вместе. Я здесь, чтобы вам рассказать, показать. Для этого же я здесь и училась, и жила, и живу, чтобы, знаете, вас поселить в самую классную локацию. Самые чудесные места. Очень интересный домик. Смотрите, даже кто-то запарковался на траве своей. Леньке было к дому приехать, наверное. Нормально, никто ничего не выгонит. Сто процентов здесь есть restrictions, но они не сильные, ребята. Не сильные. Вы видите, как здесь интересно. Вы готовы приступить к обзору чудесного дома? Он на самом деле чудесный. Вот этот дом поставлю боком. К этому еще есть одна улица, в которую я не буду заезжать. Вот если купите домик этот, будете здесь бегать. Ничего себе у людей такие большие прабрис. Чудесные просто. Крутые. Классный этот дом так же. Посмотрите. Чудесный участок. О, вау. У этого дома есть балкончик. Мне такие дома очень нравятся. Так, а здесь, мне кажется, домик, который мы должны посмотреть. Смотрите. Смотрите. Этот дом имеет акрит точка 3. Дорогие друзья, и сейчас я оказалась на этой чудесной прапорте. Посмотрите, пожалуйста, на этот дом. Майк, кинь, пойти взад и, пожалуйста, показать, как смотрится этот прекрасный, большой дом. Здесь очень много интересных растений. Как вы видели, я ехала по очень длинной драйвей. Посмотрите, пожалуйста, на этот большой, интересный, свободный участок. Здесь у нас, конечно же, есть большие деревья, кусты. Может быть, нужно привести эту эрию чуть-чуть в порядок. Также я вижу, над окнами есть дерево, которым нуждается, наверное, в замене. Точно покрасить это не поможет. Нужно поменять. Пожалуйста, поднимаемся вместе со мной. Посмотрим, что нас здесь ждет. Друзья, как вы видите, я зашла в этот дом. Здесь пахнет, конечно же, чуть-чуть таким лаком. Это не мой самый любимый запах. Вот двери интересные. Также можно их отреставрировать. Высокое окно, высокие очень потолки, еще выше, чем у меня в доме. Это вообще вау, просто вау. Смотрите, такой интересный вход на второй этаж. С этой стороны, где я стою, вы видите, есть такая зона интересная. Это Даниль Элья. У нас здесь есть французские, настоящие двери. Вот, как бы, дерево я имею в виду. Коричневый цвет. Заходите вместе со мной в эту интересную зону. Как мы такое окошко, которое чуть-чуть выходит на руле. Лицо полукругом. Здесь, как вы видите, в этом доме, хорошая высота потолков, чудесная планировка. Очень много окон. На это время этот дом просто шикарен. Даже и сейчас, если ты сделаешь маленькие ремонтик, будет хорошо. Ребята, посмотрите, какой чудесный кустик цветет здесь с этим окном. На этой локации у нас научаствует есть септик. Классный, классный. Мне такие люди очень нравятся. Давайте пройдем вместе со мной в кухню. Смотрите, здесь раньше всегда делали двери, хотя они такие прозрачные, стеклянные. Заходим мы в кухню и видим, что у нас здесь, кстати, очень хорошая атмосфера. Мне нравится. Мне нравится этот камень. Как у нас здесь с кабинетом, вы знаете, а их поменяли. Потому что иногда в таких домах только старый камень оставляет старые кабинеты. Чудесные кабинеты, хотя они маленькой длины. Потому что сверху почему-то там построили такую интересную зону. Я не знаю, для чего она. Зачем было ли оставить для кабинета? Ну, это были тогда еще годы, когда люди строили, что могли. Хотя очень интересный вариант, зато ценно с таким большим участком. Классное место для холодильника. Здесь у нас микроволновка, кстати, новенькая. Мне очень нравится. Есть лэзи суткин, посмотрите. Также его установили в красивое дерево, хотя там ничего не почистили. Понимаете, как-то работники работают, устанавливают после себя, ничего не чистят. А если... О, там даже не поставили кусочек гранита. То есть кварц, это кварц, это не гранита. Если вы смотрите, я сейчас говорю про эту часть. Там ее не поставили. Здесь, конечно, за силиконе. И что у нас творится здесь? Ну, кабинеты чистые, мне кажется. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы зашли на мой канал, что вы смотрите со мной это видео. Пожалуйста, присаживайтесь в вашей кухне или мойте посуду и смотрите, потому что так... Может быть, у вас даже не найдется время. А когда что-то делаешь, я тоже так делаю. Ну, а передачу смотрю, да, мою посуду или делаю что-то другое. Интересная плита. Стоит, кстати, на середине Айленда, где нету никаких вытяжек. Ребята, как вам такое? Сынок, ты поднимай чуть камеру и вводи, прям покажи потолки и все остальное. Снимай, пожалуйста, красиво, не спеша, потому что, знаешь, я здесь, чтобы показать этот дом со всех сторон. На самом деле, кухня вообще большая. Кухня классная, мне нравится. Так, что мы сделаем? Так как мы уже находимся именно в этой зоне улицы, я хотела бы вас пригласить выйти на улицу. Проходи, Майк, покажи, пожалуйста. Это дом, как я вам говорила, второе сабдвижение стоит. Ничего себе здесь системы. Посмотрите, какие здесь кондишены. Большие, большие. Один, два, плюс еще что-то там есть, спрятали. Какой здесь большой участок. И классная, кстати, зона дека. Какие там классные деревья растут. Здесь так спокойно. А там дрова, чьи это нарезанные дрова? Чьи же это нарезанные дрова? Наверное, принадлежат и этой части домика. Птички прилетают. Очень спокойно, кроме того, что едет иногда машина. Кусты растут. Есть еще одна зона. Вот, эта зона, посмотрите, пожалуйста. Она сеточка. Так что, если вы боитесь разных бакс, можете зайти там спокойно сидеть. Класс. Мне нравится эта сторона. Обратите внимание, как я говорила в начале видео, дом полностью обложен кипячом. Чтобы обложить такой большой дом, стоит 55 тысяч. Именно за копеечки и работу. Так что, это не дешевая работа. Это очень классная работа. Это все оригинально. Смотрите, как они раньше делали все аккуратненько. Интересно. Интересно рассматривать. Мне нравится. Конечно, есть такие маленькие. Скажем, посмотрите, пожалуйста, вот на эту сторону. Мелочи, не мелочи. Видите, там уже прогнело. Потому что водичка где-то протекает. Никто не смотрел на эту сторону. Так что, ребята, будем наблюдать за такими деталями. Здесь у нас, как вы видите, есть полы. Здесь интересные полы. Потому что они оригинальные. Их только нужно, может быть, отреставрировать. Но хотя они в хорошем состоянии. Если вы любите паркет, это для вас. Смотрите, это просто находка. Опять же, какой здесь интересный потолок. Такой приятный цвет. Мне нравится. Он как бы напоминает мне настоящую Южную Каролину. И чуть-чуть еще кажется, что где-то здесь недалеко должно быть озеро. Потому что вот этот цвет, это озеро. Вау, смотри, какая здесь форма там. Как раньше было все модно делать из коричневого дерева. Ну что, неплохо. Потолки высокие. Свет попадает к нам. Эту большую комнату прям и снаружи. Я бы в этой комнате, наверное... Я не знаю. Мне кажется, что если этот карпель помоешь... Сынок, посмотри на этот карпель. Ты видишь, он хорошего качества. Но он уже начинает собираться здесь. Поэтому его не нужно уже держать. Его нужно просто переделать на новый. Хотя карпель в этой комнате очень идет. А как вам такой камень интересный? На газу, кстати. Очень интересный. Вау, I like it. Мне очень нравится. Прикольно. Дерево такое мощное-мощное. Хорошее качество. Сейчас такое довольно трудно найти. Даже вот эти палочки все сделаны так аккуратно, интересно. Свет провели. Я говорю, что этот дом... Это один из дорогих домов, который когда-то строили. Видите? Сто процентов уверена, что раньше кухня была именно вот... Из такого дерева кабинеты. Вау. It's a wonderful life. Смотрите, какие классные movies раньше смотрели. Что здесь? Не знаю. Здесь еще есть что-то. Ой-ой-ой. Разные диски. Clemson Basketball Games. Представляете, люди раньше записывали на диски или покупали, чтобы смотреть это. У меня также были диски из песнями. Ммм. Чудесно. Жалко, что это уже не возвратится на Иронизмедад. Уже вот это все, что есть, просто нужно выбросить. Что еще есть у нас в этих чудесных кабинетах? О, вау. Ну-ка, посмотрим, что они здесь слушали. Ничего себе, как эти люди тратят деньги на такие диски. Бетлз. Бетлз. О, они были крутые. Так, давайте еще раз. Это кто? Тесла? Я не поняла, что насчет Теслы? Кто такой Тесла? Тесла еще была довольно давно, пела песни? Я не знаю. Ничего себе. Кто это? Тоже какой-то музыкант. Смотрите, как все чудесно положено. Вау, интересно. Мать, ты что? Я никого из этих людей не знаю. Эти люди выросли на этих чудесных песнях. Это просто классно. Кто знает вот этого? Роберт Эрли. Что-то мне понравилось. Кантри-мизик. Мне даже нужно его сделать. Мария у него. Есть у него песенка Мария? Ребята, сейчас мы пойдем на Ютубе и найдем. Сынок, пожалуйста, не закрывай. Я сейчас на самом деле зайду на Ютуб. Мерри Крисмаса для моей семьи. Ты что? А можно мне все эти диски? Вау, гайз, посмотрите, сколько у него здесь кассет. Я в шоке. Эти люди на самом деле любили творчество. У них это место кинотеатр. Это круто. Мне нравится состояние этого дома, потому что здесь жили умные люди. Здесь жили, скажем так, классные люди. Это просто круто. Еще даже у них где-то есть полосос, который, мне кажется, подключается к дому. Интересно. Интересно у них сложить. Но давайте приступим к обзору вот этого маленького крыльца. Я вам только открою дверь, вы посмотрите. Посмотрите, как здесь чудесно. Уже здесь сделано дефт любить материал, досок, потому что здесь есть накрытие, о котором все хорошо. Не пропускают воду. Чудесное место. Птички поют. Нет, здесь на самом деле жизнь кипит. Хорошо. Сейчас время пришло мне показать вам вот эту сторону. Давайте посмотрим, что же это такое. Здесь у нас гараж. Сынок, вот смотри. Такой здесь крутой стул от гаража. В гараже стоит. Вау. Холодильник, кстати. Что это? Холодильник. Ребята, где здесь фирма? Майк, интересно, какая фирма? Кенмор, ребята. Это моя любимая, кстати, фирма. Кенмор. Вот написано. Раньше делали Кенмор где-то, фирма вообще сейчас пропала. Она работает еще или пропала, я не знаю. Но гараж, вы видите, чуть темноватый, хотя здесь есть чудесные окна, но нужно снять жалюзи и отрезать некоторые деревья. А так все хорошо здесь. Здесь все прекрасно. Так, осторожно здесь, когда поднимаемся. Окей, здесь у нас, смотрите, какие крючки люди повесили. И здесь у нас комната для стирки. Посмотри, как там уходит стирка внизу, ты видишь? Вода, которая прикрывается, а также сушка интересная. А что тут это такое? Окей, это какое-то сушение. Выключи здесь свет. Вау, здесь так светло, это вообще классно. Дорогие друзья, вы помните, что я когда зашла в этот дом, я вам показала одну комнату, было слева от меня. А сейчас я хочу вам показать комнату справа от меня. Но этот дом меня удивляет. Вы знаете, посмотрите, пожалуйста, какой здесь комната. Райстер. Интересно, это кипритуса сверху, это вообще интересный. А у кого еще дома стоит именно такой вот зеркаль с такой тумбочкой? Тоже уже оно не в моде. Посмотри, здесь у нас опять еще классов, а это под ступеньками. Прикольно. Как вам такие двери? Ребята, вот эти двери, которые здесь стоят в доме, вас не исключают или нет? Кстати, очень хорошее качество. И такие двери еще не видела. Вау, интересно. Потом, видите, американцы сами научились уже строить комнаты без дверей. Здесь у нас интересная комната. А эта комната может быть для диванов или для офиса. Опять же, двери стоят качественно. Если вы любитель дерева, это для вас. Давайте пойдем теперь на второй этаж. Поднимайтесь с вами на второй этаж. Дорогие друзья, поднимайтесь с вами на второй этаж. Хочу сказать вам, что проверяю все вот эти балясины, перила. Вроде все хорошо, но именно в этой зоне я бы переключила свою руку на эту сторону, чтобы держаться и не упасть. А дальше у нас уже этого нету, так что держимся. Здесь я чувствую сегодня бабушкой какой-то с этими каблуками. Они могут даже ходить. Ладно, посмотрите на эту чудесную зону сверху. Красиво, ничего не скажешь. Интересно. Кстати, кто рисовал за дом? Ладно, молодцы. Двойные двери. А эта зона у нас зона для родителей. Это большая комната. Смотрите, раньше у этих людей было еще какое-то интересное security system. Свет у нас здесь есть и работает очень хорошо. Хотя мне интересно насчет попкорна. Что бы вы сделали, забрали ли его или оставили? Чуть-чуть он так давит на голову, как будто сейчас что-то упадет на тебя. А так территория именно этой комнаты классная. Здесь, смотрите, какая дверь. Давай, сынок, я включу свет, и ты покажешь. Это зона для женщины. Это для нас зона. Девчонки, мы здесь себя приводим в порядок. Стульчик ставим, хотя чуть-чуть низковато эта зона. Но когда присядешь, может быть, будет и нормально. Здесь чудесный клозет. Хороший, скажем так, глубины. Мне нравится. Так, свет где здесь включается? Чуть-чуть неудобно. Вот свет. Посмотрите на эту чудесную зону, где можно спрятать ваши любимые вещи. Гардироб, я считаю, хорошего размера. Также еще есть одна комната именно в комнате для родителей. Что бы здесь вы сделали? Скорее всего, офис. Скорее всего, какой-то офис или зона для кофе. Здесь такая комната уединения. Знаете, поставила диванчик, поставили красивый столик. Если вы сидите, читаете книгу, кстати. Так красиво наблюдать за этими чудесными деревьями. Но жалюзи очень мешают. Очень-очень мешают жалюзи. Здесь ничего себе. Я думала, что это будет какой-то Эрик. А здесь прекраснейший Клазар. Скорее всего, он и там. Спасибо, Марк, что ты откроешь и покажешь моим дорогим зрителям. Вау, классно. Чудесно. Это супер. Также давай пойдем посмотрим на эту сторону. Вау, ну здесь ванна крутая, конечно. Посмотрите, здесь очень крутая джакузи. Но вопрос. С нашим людям нормально так переступить и лечь туда, потом выйти? Вот это меня всегда смущало. Хотя здесь потолки высокие. Отдельная зона, скорее всего, для реструма. Плитка, как вы видите, такой чуть розоватый кофейный цвет. Она была тогда в этом году модная. Конечно, вот эта чуть-чуть низкая. Хотя, ну да, даже мне будет трудно согнуться. Представляю, человек, который вообще вот такой. Согнуться, почистить зубы, помыть. Это неудобно, честно сказать. Неудобно, но лично эта вещь в хорошем состоянии. Так что можно не менять. И есть душ. Душ у нас золотистый. Такая интересная дверька открывается, опять же, беленькая, но уже грязненькая. Нужно было бы поменять. Что за интересный такой шланг, который льет в воду. Конечно, он очень интересный. Территория здесь хорошая. Если бы кто-то делал грамотный, здесь места хватает. Можно сделать очень чудесный, чудесный санузел. Давайте покажу вам еще и другие спальни. Как вы заметили, снизу у нас ни одной спальни. Все спальни сверху. Дорогие друзья, в большей части этой большой зоны для родителей или хозяев этого дома. Вижу маленький калидорчик. Две комнаты справа-слева. Прямо у нас санузел. Здесь, видимо, полы уже меняли потом. Может быть, раньше был здесь ковролин. Поэтому здесь чувствуется такая маленькая, переход маленький. Проходите вместе со мной. И обратите внимание на эту красивую комнату. А для чего они повесили вот эти гачки? Что здесь было? Здесь вот цветы, ты знаешь, умешал штучные, что ли. Я не знаю. Ой, как красиво отсюда наблюдать за эти семьи. Это просто чудесно. Хотя, как вы видите, вот это все уже. Где-то вода прошла. Где-то окна нужно поменять. Где-то заржабело. Вот так. Люди заняты в Америке. У них иногда некое время менять что-то. Понимаете? Когда люди работают. 5-6 вечера домой, думают, ладно, это подождет. Это подождет. И так, знаете, ждет уже 20 лет. Ну, главное, что люди слушали музыку. Смотрели видео. Развивались. Это самое лучшее. Они прожили круто жизнь свою. Посмотрите на это тоже чудесную. Сторону. А также мне нравится, что именно в этом санузле эта зона отделена. Сынок, можешь зайти туда и показать, пожалуйста. Хорошо, давайте теперь пойдем, покажем еще и другую спальню. Ты можешь сам зайти, показать. Я знаю, что ты у меня молодец. Пожалуйста, сделай хорошо вид потолков, ширину планы. Здесь мне устраивает все. Только мне трудно открывать жреки двери. Всегда я боюсь, чтобы их не поломать. Хотя их нужно уметь открывать. Неплохой такой плазер для именно этой местности. Сейчас поднимем еще одну ногу. Смотрите, здесь есть такой плазер. Кстати, оригинальный ковролин был такого цвета, ребята. Посмотрите, пожалуйста. Темно-синий. Раньше почему-то американцы любили зеленый и темно-синий. И вот еще одна чудесная комната. В этом доме комнаты все большие. Мне очень нравится здесь участок, соседи. Как вы видели, я вам показала. Люди здесь живут. Хочу сказать, за столью. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился обзор этого настоящего американского дома. Повезла я вас по чудесной Subdivision. С прекрасными домами, с соседями, людьми, деревьями. И вы знаете, здесь очень-очень много плантации, которые стоят, как вы знаете, немаленькие деньги, чтобы все это посадить сейчас. Так что за локацию я отвечаю, за школу также. Дом, как вы видите, нуждается в ремонте, хотя здесь планировка неплохая. Одно, что меня смущает, это, конечно, нужно вот так готовить. Понимаете, я люблю готовить, чтобы... Хотя, я не знаю, когда ты занятый человек и готовишь, тут моешь, тут что-то еще творится. Может быть, это и не замечает, что оно стоит не в правильном месте. Хотя, да, можно это было как-то придумать, поставить в другом месте. Но я считаю, что не надо сейчас ничего менять, потому что кухня просто шикарная. Здесь все было поменено. Установлены новые апплайенсы. Если хотите поменять, это нужно поработать чуть-чуть над санузлами. А так все очень чудесно. Если вы ищете что-то подобное, или такие дома, или дешевле, дороже, если вы ищете участки, квартиры, обращайтесь. Я буду рада вам помочь. Всем большое спасибо, что вы есть у меня, что вы рассмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Мы с Майком работали, как пчелки сегодня. И спасибо за все. Пока-пока. Друзья, я знаю, что мы забыли вам показать гараж снаружи, поэтому я чуть еще обойду и покажу вам вот чудесные растения, цветочки. Так все здесь весело, красиво. Сейчас у нас весна, все расцветает. Посмотрите на эту пахнючку. Это большой, кстати, куст. Интересный такой. А вот есть стена здесь, которая ограждает почему-то гараж. Ой, какие здесь чудесные цветочки. Чульпаны, правда? И вот вам гараж на две машины. Двери отдельно. Посмотрите, пожалуйста, конечно, здесь из-за деревьев все вот это потрескало. Но очень широкодраивое. Красивое манго дерево. Манго. Манолия я имела в виду. Так все чудесно. Мне нравится. Дом, конечно, нуждается в ремонтике. Так что здесь выгодно-выгодно. Можно его купить.